Всем привет, с вами Забавон, и сегодня в этом видео я хотел бы поделиться общей основной информацией касательно интерфейса и некоторых фич Neverwinter. Обо всем по порядку. Итак, многие из вас в гугле, да и даже меня спрашивали, как нормально осмотреть персонажа. Ведь, по сути, осматривать можно только в стандарте, с интерфейсом, без зуминга, никак не заскрините, вообще как-то не ок. Но вашу проблему решит латинская кнопка B. Нажимаем, вуаля, интерфейс пропадает, мы можем зумить персонажа колесиком мышки, наверное, вы слышите то, что я тоже делаю. Более того, мы можем двигаться и даже играть в этом режиме, выносить удары и различные изменения. Что ж, весьма клёво. Однако, есть развитие этого режима обзора. Если зазумить персонажа до упора, получается то, что мы как бы станем рубиться в режиме отвертого лица. Именно рубиться, то есть полноценно. Конечно, у нас нету руки с мечом, но это позволяет нам ощутить атмосферу более глубже и, более того, сделать клёвые скриншоты. Что ж, с режимом обзора мы разобрались. Теперь давайте разберёмся с эмоциями. Тоже многие после ММО спрашивали, а как же там отдавать эмоции? На самом деле, всё очень просто. Нажимаем Enter. Это по умолчанию чат. Смотрим в левый нижний угол, здесь есть маленькая кнопочка. Тыкаем на неё. Она называется «Каналы эмоции». Подводим курсор к эмоциям, не нажимаем, а именно подводим. Ждём. Появляется вот этот вот список, довольно-таки внушительный. Но нам не он нужен, нам нужна вот эта вот маленькая кнопочка с изображением булавки. Тык. После чего нажимаем кнопку F2. Хватаем и перетаскиваем в любую часть экрана. Кнопка F2 позволяет получать доступ либо к верхним кнопкам, либо перетаскивать какие-либо элементы. Что ж, вновь нажимаем кнопку F2. И выбираем персонажа, к которому можем подойти и применить эту эмоцию. Применять мы её можем как к НПК, так и к обычным игрокам. Более того, можем применить её к воздуху. Просто нужно кого-то выбрать, чтобы перед кем-то покрасоваться. Нажимаем F2 заново. Появляется курсор. Смотрим вот сюда. И, например, выделяем вот эту эмоцию. Вновь нажимаем F2. Пропадает. И, да, персонаж отдаёт эмоции. Его колбасит. Более того, можем зайти в режим обзора. И посмотреть, как нашего персонажа колбасит. Можем сделать даже скриншот. Весьма клёво. Что ж. Мы разобрались, как делать эмоции. Теперь давайте разберёмся с самой неоднозначной функцией. Это добавление в друзья и френд-лист. И всё не так просто. Нажимаем латинскую кнопку О. У нас появляется общение. Тыкаем кнопку Найти игрока. Запомните. Найти вы можете только того игрока, который находится в онлайне. В оффлайне вы никого не найдёте. Не верите? Я пишу имя друга, который находится в оффлайне. Но выдаёт мне не того друга. Это не Белоснежка. Это именно Раптор Зомби. Однако Раптор Зомби находится в оффлайне и не находится в списке друзей, которых можно найти. Если ваши друзья будут в онлайне, вы можете их искать. Когда вы их найдёте, щёлкайте правой кнопкой мыши. Добавить в друзья. Самое главное. У вас может не создаться сразу вкладка друзья. Для этого вам нужно будет перезапустить весь Neverwinter. И только после этого вкладка друзья создастся. Опять же, у кого как. У кого создаётся сразу, у кого-то нет. Вот у меня, например, создалось, увы, не сразу. Но это ничего страшного. Даже если у вас не сдалось, а после перезапуска появилось, все остальные друганы будут сюда свободно добавляться. Когда ваши друзья будут в онлайне, нажмите на них правой кнопкой мыши и выберите пункт «Добавить в группу». Или зайдите в мою группу и впишите вот сюда вот имя друга вручную или имя любого другого. После этого имя вашего друга отобразится вот здесь, в качестве аватарки. Когда вы рубитесь со всеми остальными друганами, я рекомендую и всех занести в группу, чтобы они здесь отображались, в этом левом углу. Так будет удобнее, если что, с ними связаться по чату или перенестись в их инстанс. Когда ваши друганы будут находиться в вашей группе, они будут отображаться трехмерным маркером в пространстве. До них будет указано, сколько метров и где они точно находятся. Однако фича с 3D-маркером и огромным ником другана, который, например, будет стоять у кодового портала, доступна только в том случае, если мой друг находится со мной в одной зоне. Если он находится в другой зоне, например, в городе, а я на островке, я не смогу увидеть ни его 3D-маркера, ни его огромного синего ника. Так что все друганы должны находиться в одной области. Благо, область с островом одна единственная такая маленькая. Все остальные области довольно-таки огромные, поэтому вы своих друганов будете видеть за версту, где они находятся и с кем берутся. Теперь касательно инстансов. Да, инстансы это такие виртуальные измерения. То есть вы можете бегать по абсолютно одной и той же карте, местности и совершать те же самые действия, но вы не будете видеть друг друга, даже если сейчас мой друг стоит, предположим, напротив меня. Мы не видим друг друга, потому что мы находимся в разных инстансах. Как сменить инстанс? Нажимаем F2, смотрим в правый угол карты. Здесь есть синенькая кнопка. Если мы видим, что куча наших друзей находится в каком-то инстансе, например, во втором, нажимаем кнопку перенестись, мы перенесемся к ним. Учтите, что в инстансах отображаются только те друганы, которые прошли вступление, пролог, ну или проще говоря, дошли вот до этого начального города. То есть увидели, как Уилфрут умер на проклятом мосту и попрощались с ним и попали в город. Что ж, мы разобрались со многими аспектами, давайте теперь разберемся с картой, в том числе и с мини-картой. Итак, нажимаем латинскую кнопку M. У нас появляется карта. Мы можем зумить колесиком мыши. Ставить метки, чтобы куда-то пройти, можно правой кнопкой мыши. Оп, меточка появилась. И вот, обратите внимание, вот здесь вот она находится на карте. Мы можем к ней бежать. И прийти, куда она надо. Что касается квестов. Квесты у вас находятся вот в этой части. Выделив какой-либо квест, карта показывает, где он находится. Если вам нужно сдать квест, он выглядит как значок вопроса. Да, именно как значок вопроса. Потому что невыполненные квесты располагаются в виде вот таких вот золотоизумрудных рубинчиков. Не знаю, правильно я выразился. Короче, цвет флага Украины. Вот, знаете, это невыполненное задание. Думаю, с карты понятно, как зумить мини-карту. Чтобы видеть больше, нажимаете минус или плюс. Видите, карта увеличивается или уменьшается. Я зумлю на максимум, чтобы больше захватывало. Вы со своими друзьями всегда можете встретиться в этом начальном городе. Даже если вы выполнили почти все квесты в нем, вы все равно сможете вернуться и помочь своим друзьям пройти какой-либо квест. Что ж, если вам понравился мой туториал, так сказать, ставьте лоис, а можете просто не ставить, а просто запомнить то, что если появится какая-то любая другая достойная информация, я выложу ее в этом же канале. Так что желательно подпишитесь, чтобы не пропустить новых туториалов, которые наверняка вам смогут чем-то помочь. Всем спасибо за просмотр и всем пока!